МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, народ, дождались. Будет у нас типа домашняя варка. Березового сока набрал немножечко. Сделаем с него какую-нибудь опашечку такую интересную. Сделаем всякие экспериментушки с березовым соком. Давай, наливайся. Желтоватый. Так, первым делом померяем пиаж. Какой же у березового сока пиаж? Так, водички сполоснем. И замеряем. 6,2 это... Это супер! Так, ну что? Есть у меня еще такая вот бедулька. Рефрактометр. 1% БРИКС. То есть, грубо говоря, у нас получается 10 грамм сахара на литр воды. Всего-то ничего. Всего-то ничего. Не пахнет, не пахнет ничем. Вкус. Вкус похож на воду с подосмоса. Такая вот. Практически безвкусная. Полностью. Не, есть какой-то чуть-чуть-чуть такой древесный запах. Не запах даже. Ну, какой-то запах, привкус такой вот. Чуть-чуть на грани, на грани слышимости. Практически это же береза. Это все вообще растительные системы. Это природный осмос. Они через корни, микрофильтрацию делают свою. То, что им надо. Практически очищают все, что возможно. И вот получается такая супер очищенная, идеальная водичка для употребления. Вот у меня кастрюлька. Есть бестмальцевкий солод пилснер. Очень интересно мне посмотреть, что же получится, какое пиво с березового сока. Есть у меня хмель мозаик. Есть у меня хмель цитра. Есть у меня хмель эльдорадо. Вот на этих трех штучках сделаем опашечку. Большей частью у нас ухоих смеления. Поэтому приступаем. Смотрим, сколько у нас влезет в наше ведерочко. Раз. Два. Девять. Чуть-чуть не добрал. Чуть-чуть. Девять с половиной литров. Засыпать буду сразу в такой вот мешочек сетчатый. Фильтра системы нету, поэтому буду затирать прямо в мешочке. Ну вот, прекрасно помол от солод. 66. Ну что? Засыпаем? Вернее, опускаем. Аш-миаш. Пиаш-миаш. Пять-семь. Пять-восемь. Пять-семь. И немножко закисляем. До пяти и пяти. Чуть-чуть совсем. У меня тут на стенках осталось лимонной кислоты. Перекислил. Че? Все пропало! Все пропало! Ха-ха! Зато не будет у нас работать липоксигеназа вообще никак. То есть транс-2 ну не ноля! Короче, хер вы говоришь! Ну у нас его не будет. Все! Минут сорок еще пускай постоит. Да, осахарится. Я думаю, все осахарилось отлично. Прекрасно осахарилось. Помывать мы это дело не будем. у нас ровно восемь. Мы добавим еще декстрозы. Мы добавим декстрозы для более алкогольной, скажем так, сбраживаемости. А солодового вкуса нам не надо. Мы будем все это делать хмелевым. Поэтому что? Поэтому все отлично. Включаем наварку. по максимуму закипай будет вариться. Ну у нас тут литров 9 осталось. Так что нормально. Рассчитаем хмель на 9 литров. Так, ну что, декстрозка. Порошочек белого цвета. Так, прикинем. Значит, у нас 8% сейчас выкипит. Примерно 9 будет. Потом 10 грамм декстрозы или глюкозы на литр. Это получается 1% добавляется. Итого нам где-то до 15 надо поднять. С 9 значит 60 грамм декстрозы нам надо добавить сюда. Чтобы у нас получилась плотность 15%. Ну, как-то так. Что, взвешиваем? 14, 26, 39, 55 и 60. Ровно 60. Сладкая. Самая базовая и самая лучшая жратва для дрожжей. что-то что-то она не сладкая совсем. Стоять. Это я посчитал 6 грамм на 1 литр. 60 грамм на 1 литр. А у нас их 9. 6 у 9 54. Болван. Согласен. 60 540 минус 60 480 грамм. Еще нам досыпать надо. 215 а нам надо 480. Ну да, теперь сладко. Ну а хмель мы будем вносить только на конец кипячения. За 10 минут до конца внесем мозаику. нашу мозаику. Мозаику внесем так а внесем 3 грамма на литр. 28 отлично 10 минут до конца кипячения закидываем наш хмель и не не так сильно она булькотит запах конечно мозаика обалденный уже лучше уже лучше получается 13 12 13 до 13 и 2 где-то 12 и 2 значит начальная плотность была меньше потому что там еще был растворенный белок низкоагулировавший что тоже смазывает плотность как-то так я на калькуляторе посчитал уже получилось где-то в районе до 39 с копейками 40 короче 40 и бушечек будет остальное на сухое калькулятор уже нет не считает это ну явно выше будет ну нормально я думаю нормально 50 60 там немножечко горечь поднимется когда на сухое для пашечки нормально на брожение мы закинем эльдорадо цитру по тоже по 3 грамма на литр и тоже мозаик закинем а чё нет и тоже по 3 грамма на литр то есть того по 3 под того того три хмеля по 3 грамма на литр и на дображивание то есть первое первое закинем на брожение на активное какие-то кое-какие трансформации произойдут интересные а еще по 3 грамма закинем уже на дображивание прям перед разливом по бутылкам дня за три вот так вот еще по 3 грамма всего всех трех хмелей закинем ну и будет у нас такая хмелевая бомба сразу сразу его будем охлаждать отлично все пускай остывает бак у меня уже подготовлен помыт и залит раствором на дуксусной кислоты он уже готов к использованию осталось только вылить его и все хорошо закрывается пахнет уксусом и прошлым пивом пшеничка здесь было вот так пахнет дрожжи будем использовать вот такие мангрув джек с уэс свист кост я они специально разработаны для всяких и пашек а пашек мало фенольные мало эфирные не забивают хмелевую ароматику чисто под хмелевое пиво так что и высыплю его полную пачку на 9 на 8 наших литров потому что там до хрена глюкозы и получается что там не совсем много а может даже мало веществ для микроэлементов и аминного азота для питания дрожжей для их роста размножения поэтому задам полную дозу чтобы там уже была вся полная доза чтобы они практически не разбрасывались а просто проснулись и начали жрать правда с хмелем ну что же сделать и с брухом такие мы нехорошие это уже это уже занапта 5 6 7 7 литров литра полтора-два уйдет на осадок брух и того у нас останется 5 литров грубо говоря полностью пакетик не жалеем не жалеем и дрожжей потому что нам надо хорошее брожение везем домой везем домой и пускай она у нас бродит дома что-то я себе в третьем лице постоянно короче везу домой пускай бродит дома там буду наблюдать засну под уютное бульканье гидрозатвора два дня уже стоит бродит наш березовый пив или березовый как-то так даже название не придумал сейчас будем закидывать на брожение пачечку 2 пачки хмеля есть уже смешал температура брожения кстати 19 5 иногда падает до 18 тут уже смешан смешан цитра эльдорадо и мозаик по 3 грамма на литр . есть это спиртик лично вот так у нас получилось потому что хмель раскиснет займет почти половину этого тубуса если оставить он практически там пиво не останется поэтому надо в таком сетчатом цилиндре красота какая пахнет конечно мозаиком а сейчас еще докинем на брожение пусть стоит ну все засекаем три дня на активное брожение и потом такую же пачку хмеля по 27 грамм каждого уже перед разливом на карбонизацию и получится у нас у спиртиком ручки промыть хорошо три дня прошло снимаем наш хмель чтобы не начал отдавать травой кстати 18 и 4 градуса брожения зараза упал ну и ладно пахнет еще замечательно конечно раскисал раскисал уже почти до бродил сахара там самые простые глюкоза поэтому бродит быстро все дображивает еще три дня и практически уже готово будем сливать по бутылкам ну что друзья пробуем наше березовое пиво хотел опу получилось опа все такое спонтанная спонтанная варка получилось я думаю от этого не хуже будет пиво пахнет пахнет умопомрачительно просто просто замечательно вот не специалист я конечно по и пе а пе нюхать обожаю пить горечь не очень не очень воспринимаю поэтому я сейчас попробую конечно немножечко оценю но основную бутылочку я отдам ребятам харьковским пивоварам коалиции харьковских пивоваров которые понимают в этом толк ну они уже оценят расскажут что там как так посмотрите ну а сейчас сейчас от меня рецензия пахнет пахнет конечно обалденно просто просто шикарно еще на природе конечно в такой денек это вообще верх блаженства шикарный запах запах каких то тропиков тропиков и хвойного леса такой необычный как будто в хвойном лесе в жару огромная куча тропических фруктов как то так шикардос кстати не сильно горькая очень очень классно не сильно горькая кстати вполне такая вполне light light горечь не отвлекает сначала идет такая кислиночка кислиночка можно даже сказать сладиночка не сладиночка но такой как сок очень похоже на сок а потом горчинка такая пум и пропадает да точно пьешь сок сок потом такая вот горчинка промелькивает комары комары не теряют своего времени пьешь сок немножко горчинка и пропадает все и легкая такая сосновость и фруктовость остается на языке очень очень интересно и понравилось кстати может быть надо было меньше мозаика именно на варку добавлять надо было добавлять на обстой когда проварили уже и оно остывает уже градусов 90 будет засыпать подержать минут 20 потом охлаждать и потом уже на брожение и на сухое засыпать тогда еще меньше горечи будет тогда точно опашка такая получится ну это ничем не хуже ничем не хуже запах тоже шикарный шикарный мутноватая конечно такое потому что пока до этой рощи березовой дошел немножко ее сболтал но вы видели гейзер березовый гейзер не знаю правда березовый сок что-то дал или не дал свое ну ничем не хуже так что друзья смотрите оценку харьковских пивоваров нашей ипы березовой ну а я прощаюсь пока пока дегустируем пиво харьковской зерновой пивоварне и паны березовом соке соке березовом соке на березовом соке отлично ха-ха-ха-ха пирогики трясутся пятьницы переживаю надо отметить что наливается в хорошую пеннэкель честно это самая вкусная хвелёчек плавает разбираем и пробуем что это должно быть только боков хахахах нибыне березовом соке Это рыжий маха? Ну да, самое вкусное. Пахнет вообще хорошо. Ну да, по аромату немного. Ну вот это именно то, что мне Витя нравится. Эльфи. И даже как будто немножечко вот этого Эрлдрея, который всегда был. Ну вот что-то есть такое. Вот вкусно, вот вкусно. И внутри, у которого есть свой характер, свой профиль, это всегда интересно. Да, неплохо. Ну не знаю, мне чуть-чуть какой-то проживой оттенок есть. Чуть-чуть. Ну это же его тоже, это его интересная пышка. Правда, после первого гонка я уже запаха не могу понять. Нет, запах есть и до сих пор очень вкусный. Не знаю, для меня в аромате вот обычно свежая елка. Вот. Не, у меня как раз больше каких-то цитрусов вылазит, я честно скажу. Грейпфрутик такой именно я. Ага. Короче, елка и цитрусами лазят, да? Ну не, у меня вот хвоя, елка, я не знаю. Во вкусе цитрус. Во вкусе цитрус, да. Во вкусе цитрус, да. Но елка, где можно сказать аромат. Где должна быть береза? Не, береза-русов 2004 не о чём просто. Я даже не знаю... Не, просто на береза-русов. На береза-русов, в сути, надо делать что-нибудь очень нейтральное. Вот мы сделали в формусе сезам, который у нас там просто пролетел. А шуба хмеля вот будет. А если я не ошибаюсь, тут эльдорадо, мозаи или цитрус. Самое интересное, сейчас у меня даже казалось чесночный аромат. Я тебе понял, что? Не знаю почему, вот такой чесночный аромат. Эльдорадо, мозаи и цитрус. Не знаю, но вкусе, послевкусе и так чуть-чуть вот до следового уровня. Не, честно, но я могу сказать, что он мне нравится. Вот этот вот такой. При этом причём? А что тут по параметре? Ну, 40 горящей, сколько? 40, да? Норм. Да, вполне. Вообще норм. При 12 плотности 5 алкоголя, 40 горящей. Ну, не знаю, вот эти 40 я не чувствую, но... Короче, я не знаю, как она будет отзываться, но березка, наверное. Да, или нет, 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 или нет. Но я вонтакт не буду. Честно, поздавлю им 4-4-25. Ну, у меня 4-25 пойдут точно. Витя! Ждём в бою минова! Удалось! Удалось!